Вот прямо одним ударом курс взлетит на 120 рублей, а потом он полетит на 200 рублей. Что сейчас делать с деньгами в этой ситуации? Просто идти там сажать картошку. Мол, капиталисты чем-то управляют. Да не управляют они сегодня. У нас крупнейший рост, если где-то что-то растет, это производство изделий из металла. Это военная форма. Людей действительно будут призывать вот в эти сектора. Банк не может себя лучше чувствовать, чем его клиент. А у клиентов дела, кто из банков уцелеет, может быть придется проводить даже принудительные слияния и поглощения. А если это будет продолжаться не до конца 2023 года, а как было сказано, долго прилетят инопланетяне, и тут все нам организуют. Если вдруг окажется, что надо снова преподавать только капитал Карла Маркса, вряд ли это будет рациональным занятием для меня. Всем привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. Со мной сегодня по Zoom Лена Тафанюк, моя соведущая. Она находится сейчас в поездке. И поэтому не с нами очно, но очно с нами Сергей Дубинин, экономист и в прошлом глава Центробанка России. И мы сегодня будем говорить об экономике, которую штормит весь этот год. Сергей Константинович, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, слово капиталист или слово российский предприниматель, оно еще хоть сколько-нибудь актуально? Потому что такое впечатление, что вот эти все термины, капиталист, олигарх, они уже после 24 февраля как-то стерлись, и нет ни у каких предпринимателей никакой мечты, веры в будущее, и довольно пессимистичное настроение. И вообще впечатление, ощущение, что мы возвращаемся к госэкономике. В этом вопросе очень много составляющих, и я, наверное, вынужден буду как-то это разделить. Общественное настроение неустойчивости, непонятности происходящего, безусловно, присутствует. Это касается экономики, ну, так же, как целого ряда других сфер нашей жизни. Вот, и вообще нестабильность и неясственность правил игры, ну, мешает экономической жизни, безусловно. Вот, но это совершенно не отменяет того факта, что Россия все-таки экономика рыночная. Все еще? Да, безусловно. Вот, и в этой ситуации, ну, может быть, в условиях проведения специальной военной операции мы можем говорить о тех методах введения экономической жизни, регулирования и нарастания государственного вмешательства, ну, которые практиковали страны рыночные по своему хозяйству во время, там, Второй мировой войны, например. Масштаб, конечно, действий совсем не такой, но аналоги, скорее, надо искать где-нибудь вот в Великобритании, там, 39-го, 45-го годов, чем в Советском Союзе во время Великой Отечества. А как вы охарактеризуете Великобританию? Это страна с рыночной экономикой, которая наращивала государственный заказ по военной, мобилизовывала население и на ведение военных действий и на самооборону. И вот такая экономика тоже мобилизуется, ну, по своим определенным правилам. Можно говорить даже и о том, что поскольку боевые действия не затрагивают непосредственно территорию Российской Федерации в той мере, как вот было во время Великой Отечественной войны, то какие-то аналоги можно, наверное, поискать даже в тех же Соединенных Штатах Америки того же периода, во время Второй мировой войны, происходило тоже ведь огромное увеличение госзаказа военного производства и так далее. И армию мобилизовывали. Вот примерно то же самое происходит сегодня в России. А как вы характеризуете ситуацию, когда крупные российские предприниматели, ну, участники списка Forbes, оказались не своими теперь уже ни на Западе, ни в России. То есть они везде чужие. И несколько знакомых бизнесменов сами рассказывали мне об этом своем ощущении, что и там они перестали быть нужными со своими деньгами. И здесь они не видят себя, потому что они не поддерживают спецоперацию. Публично и кулуарно не поддерживают. И вынужденно присутствуют здесь, либо присутствуют там. Но психологически не здесь, не там. Ну, это еще одна проблема вот той самой неясности цели и задач. С одной стороны, этот человек должен, видимо, поддерживать собственный бизнес, но не потому, что он хочет на этом сильно заработать, а потому что он всю жизнь этим занимался. И он понимает, что, ну, если крупное производство, то от него зависит возможность развития, существования, вот, ну, может быть, десятков тысяч людей. Если скромнее быть, то, по крайней мере, сотен людей, которые работают там. Вот у меня есть добрые знакомые тоже. Например, там, Щербаков Владимир Иванович, автотор, который в Калининградской области создал практически. Вот в момент, когда остановились поставки комплектующих и невозможно стало собирать автомобили, он предложил своим рабочим бесплатно ту землю, которую они арендуют, там, ну, на долгосрочной аренде, она как бы принадлежит предприятию, просто идти там сажать картошку или делать то, что они там считают нужным. Чтобы, во-первых, они были заняты, во-вторых, у них был какой-то вариант себя накормить еще в этой ситуации, да. Ну, и вот очень многие сейчас исходят из этого. Это примерно та же ситуация, которая есть у госслужащих, понимаете. Если государственные служащие понимают, что их работа, не знаю, там, в здравоохранении, в школе, в московском университете, создает возможность для нормального существования страны и людей, да, в этой стране, наших соотечественников, то я считаю, что это совершенно нормально, что люди работают для этой цели. Да, но вы сказали про госслужащих, они примерно у нас приравнены, крупные предприниматели, госслужащим, это так. Но, тем не менее, я все-таки имел в виду крупный бизнес, крупных предпринимателей. Где сейчас они находят место, учитывая, что они не поддерживают то, что происходит, и там они оказались изгнанными? Давайте все-таки будем ближе к экономике рассуждать на эту же самую тему. Вот, что сейчас делать с деньгами в этой ситуации? Вот, получает предприниматель определенную выручку, вот, что он с ними должен делать? Я думаю, что он будет, так как это вот сделал тот же Владимир Иванович Щербаков, снова запускать производство, да, договариваться, скажем, с китайскими поставщиками, как он это делает, и пытаться снова, вот, чтобы это все закрутилось и работало. Это требует ликвидности. Он будет снова занимать деньги у банка, пусть на короткую дистанцию и так далее. Чего предприниматель вот в этой ситуации неопределенности делать вряд ли будет. Новые инвестиционные проекты. И сейчас одна из самых главных наших проблем, как раз, это проблема вот с отсутствием инвестиций или их резкого снижения. Они упали, ну, по любому измерению, так процентов на 30 по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Вот это уже экономика. Что он при этом думает о самом факте, так сказать, наличия вот этой ситуации, да, это у него будет вторично. Я в этом глубоко убежден. Его поведение первое будет, это вот позиционировать себя в этой ситуации экономически. Ну, и то, как он сам себя ощущает, это вторично, это на втором плане. Да, думаю, что так. Попал ли он под санкции, арестовано ли его имущество за рубежом. Очень разнообразные ситуации. Они не у всех одинаковые и мерятся по тем, кого принято называть у нас олигархами. Но вообще это, по-моему, не для сегодняшнего дня. Таковых людей, сформировавшихся как бизнесмены в 90-е годы, в активном бизнесе осталось не так много. Их заместили, как известно, государственные корпорации во многом. И тогда надо обсуждать, наверное, не какое-то массовое сознание, а вот именно конкретную ситуацию с конкретным человеком по фамилии Фридман или Авин. У нас был пример, скажем, под санкциями нашей алюминиевой промышленности. В 2014 году их, ну, вернее, чуть позже выводили. Потом выяснилось, что без этого металла не может мировой рынок обходиться. Начали искать пути, как это решить. Объявили санкции по нефтянке, да, по поставкам российской нефти, отложили эти санкции до 5 декабря. Сейчас их вводят. Но как они будут работать, да, и в какой форме, никто толком не знает. Я думаю, что не знает ни российская сторона, ни сами инициаторы санкций, не знают, как они смогут их осуществлять. Вот это создает ситуацию той неопределенности, о которой мы говорим. Она-то как бы здесь и на том берегу, и на этом. Хорошо, Сергей Константинович, давайте тогда в целом про санкции поговорим. Вы написали недавно статью в журнале «Россия в глобальной политике», в которой приводите исторические примеры и параллели, статистику, и говорите, что санкции неэффективны с политической точки зрения, как правило, бывают. Но при этом вы там же делаете некоторые допущения, из которых следует, что в экономическом плане они эффективны. В частности, вы пишете, что реальность стала угроза постепенного сжатия и разрушения финансовых рынков и институтов. В связи с этим вопрос. Если мы исходим с предположения, что политически это никак не влияет, но влияет экономически, как бы вы описали ту экономику, которую мы получим в результате действия этих двух сил? Я хочу обратить внимание, что в тот момент, когда статья писалась, и вот сейчас она публиковалась, естественно, это заняло определенное время, продолжала существовать оценка, что вся эта кризисная ситуация займет определенный, достаточно ограниченный период времени. А вот недавно мы услышали от президента нашей страны Владимира Владимировича Путина допущение, что специальная военная операция может продолжаться долго. Это с точки зрения экономической это абсолютно другая ситуация, той, в которой мы сейчас находимся. Это в корне меняет все оценки. Да, значительно меняет все оценки. Казалось, что ставка в санкциях сделана на краткосрочный системный кризис. Вот прямо одним ударом курс взлетит на 120 рублей, а потом он полетит на 200 рублей. Люди вынесут все из банков, как было в 98 году, что смогут и успеют. Банковская система закроется, и надо будет создавать опять все сначала. Ну, так сказать, Сбербанк превратится в Сберкассу. И вот такая ситуация казалась вполне правдоподобной. Сейчас совсем другая ситуация. Эту первичную атаку санкций удалось отразить. А сегодня, да, в повестке дня средние долгосрочные проблемы. И угроза системного кризиса не снята ни в бюджетном секторе, то есть в области государственных финансов, ни вот в рыночном секторе. И это там соприкасающиеся, но разные проблемы. Если мы будем говорить вот о банках, о рыночном секторе, у нас основная там часть это банки, то проблема там в накоплении рисков кредитных, прежде всего, рисков ликвидности, процентных рисков по портфелю. Потому что банк не может себя лучше чувствовать, чем, соответственно, его клиент. А у клиентов дела часто очень непонятные, но и часто плохие. Может ли он быть платежеспособным? Кому давать кредиты? Вот это головная боль, которая стала понятна уже вот где-то в мае-июне, как главная головная боль нашего банкира сегодняшнего. Да, ему сделали целый ряд послаблений. В результате в середине лета было официально объявлено, что убытки банков это 1,6 триллиона рублей. Сейчас вот на октябрь месяц убытки банков 0,4 триллиона рублей. Тоже немало. И вот Сбербанк как о победе объявил о том, что они имеют 59 миллиардов рублей прибыли. В прошлом году у них было на этот момент где-то, наверное, 2 триллиона рублей прибыли. У банковской системы в целом была еще больше. И это совершенно другая жизнь в этих условиях. И они все надеются, естественно, на определенные регуляторные послабления, но Банк России их собирается снимать. К июню 23-го года по крупным корпоративным кредитам, ну и до конца 23-го года снять послабление, так называемое, по мелкому бизнесу и рознице по кредитам, не обеспеченным населению, прежде всего потребительским кредитам. Ну, вот это та дистанция, на которую рассчитывают. А если это будет продолжаться не до конца 23-го года, а, как было сказано, долго, то проблемы эти никуда не исчезнут. Значит, нужно будет к этому уже долгосрочному периоду приспосабливать банковскую систему. Вот такие проблемы придется решать. И кто из банков уцелеет, может быть, придется проводить даже принудительные слияния и поглощения, что не обрадует даже тех, кто будет обязан поглотить, поскольку им явно достанутся не лучшие состояния банки. А по бюджету проблемы тоже, видимо, будут нарастать. У нас в настоящее время объявлено о том, что будет дефицит в 22-м году 2% ВВП. Ну, это очень приемлемо. Но ведь намечено было, что в 23-м году будет дефицит совсем маленький, 0,7%, а дальше вообще бюджет сбалансировано. И даже военные расходы в 24-м году по бюджету, который принимался, расти не будут. Видимо, тоже считалось, что все закончится. А как иначе не наращивать военные расходы? и в номинале вот ныне принятый бюджет, там 29 триллионов федеральный бюджет, он должен оставаться в номинальном выражении одинаковый на все три года, вплоть до 25-го года. Вот сегодняшних позиций кажется, что это маловероятно, мне лично, это моя оценка. Во-первых, будет видимо более глубокое снижение валов внутреннего продукта, отсюда меньше налогов будет поступать в бюджеты всех уровней. Вопрос, как будет выглядеть так называемые нефтегазовые доходы. Вот я сказал, что не очень понятно, как будет работать механизм санкций, вот этот самый прайс-кэп. Сегодня и так цена рыночная для российской нефти это примерно вот те самые 60 долларов. Но в марте месяце будет приниматься что-то новое по нефтепродуктам, там тоже вводятся санкции, которые отложены опять же. И не исключено, что могут и поменять этот прайс-кэп. Я допускаю, опять же, личное допущение, что наши основные сейчас экономические партнеры, а на Китай сейчас приходится вообще 30% нашего экспорта в целом, не только по нефтянке, нам скажут, что да, они не соблюдают никаких прайс-кэпов, но вот давать и платить больше, чем 60 долларов, они не будут за баррель. Это двустороннее соглашение. Хотите продавайте, хотите не продавайте. А есть еще одна сторона дела. У нас некоторая часть наших, назовем так, экспертов, которых я, кстати, не понимаю, честно говоря, их логику, почему-то очень радуется любому кризисному явлению в зарубежной экономике, прежде всего в недружественных странах. Если Соединенные Штаты и Европа окажутся в состоянии рецессии, то спрос на нефть Саудовская или Аравия поставляет, сами ли Соединенные Штаты производят, или Россия на мировой рынок, спрос упадет в рецессии. Значит, цены пойдут вниз. С точки зрения поступления денег, это удар по российской экономике дополнительно. Радоваться речью голубой. Радоваться то чему? Чтобы у соседа корова сдохла? Понятно же. Понятно, конечно, из той самой психологии, которую я не очень люблю. Где брать деньги на продолжение компании? Как вы думаете? Если мы говорим о сегодняшней ситуации в России, надо смотреть опять же на аналогии первой мировой войны, второй мировой войны, так или иначе это будут эмиссионные деньги. Инфляция. Да, но это следующий шаг. Понимаете, вот в первой мировой войне успели за три года в России в шесть раз увеличить объем денежной массы, потому что уже никакого размена на золото, кстати, в первой мировой войне, ну и в течение войны и после. Ни в России, ни в других странах уже не было денег, которые менялись на золото. Ну и цены выросли там в пять, в шесть раз примерно в стране. Ну, в принципе, это не остановило боевые действия. Мы просто должны это реально понимать, когда я тогда писал и приводил оценки, кстати, западных экспертов, что наименьшая эффективность санкций заключалась именно в том, что они никогда не приводили, ну или почти никогда, там 21% случаев только был из общего, к прекращению боевых действий. Вот в этом их неэффективность. А вот с точки зрения изменения экономики здесь может происходить очень много действительно. чем дольше этот период применения санкций, тем больше видимо будет то, что стали называть архаизацией производства. Почему при этом вы не видите угрозы режиму политическому? Ну, просто потому, что с моей точки зрения, хотя я получил марксистское образование, безусловно, вот эти закономерности, они не такие прямые, как часто такой вульгарный марксизм подразумевает, что вот на самом деле капиталисты чем-то управляют. Вы так с вашим вопросом первым тоже, видимо, как-то выходили на эти вещи. Да не управляют они сегодня ни в одной стране, ни там украинское капитал не решает вопросы, как сегодня начинать переговоры или не начинать с России. Не они решают. А кто решает? Решает политическая элита и то, как она оценивает реакцию избирателей или массы людей, насколько рискованно то или иное решение. И может ошибаться, конечно, но политика, вот особенно в кризисных ситуациях, да даже во время экономического кризиса, она чаще всего диктует экономические решения. И вот сегодня мы именно в этой ситуации, когда приоритеты будут отдаваться политическим целям. И в России тоже, безусловно. Поэтому, конечно, если вся кризисная ситуация затянется, то приоритет будет это госзаказ на оборонную продукцию, развитие и вложения именно в этот сектор, и государственные вложения, и будут частные поощряться в этот сектор. Ну, а дальше по механизму вот supply chain будет дальше распространяться по всей экономике. Уже сегодня у нас крупнейший рост, если где-то что-то растет, это производство металлопродукции, ну, не металла, как сырья, а изделия из металла. Вот это растет сегодня в российской экономике. Это производство одежды, это военная форма, огромные заказы для шитья военной формы. А спрос на, скажем, готовую потребительскую продукцию вот в магазинах падает, люди перешли на другую схему выживания и потребления. На продукты питания спрос сохраняется, а на потребительские товары он просто резко упал. И оборот вот по товарам, так сказать, длительного пользования упал процентов на 20. Но в целом торговый оборот упал на 10%. А по продуктам питания нет, не падает. То есть люди придерживают деньги и смотрят, как им дальше тратить. Они тоже пытаются понять, насколько им хватит этих денег. То есть они тоже переходят в режим вот этого долгосрочного переживания вот этого кризиса. Правильно я понимаю, Сергей Константинович, что помните, мы с вами как-то встречались еще в феврале или в марте, и вы говорили, что экономика будет переводиться на военные рельсы постепенно. Я правильно понимаю, что именно этот процесс мы сейчас и наблюдаем? Да, я как раз это и хотел сказать, что нам не надо ожидать, что всех выстроят как-то и поведут принудительным образом на заводы. Просто на заводе толпа людей не нужна сейчас. Там нет таких станков, где можно обучить за два месяца делать что-то полезное. Сейчас совершенно другой уровень производства. Но нехватки кадровые будут очень острые. И на более долгосрочном периоде наверняка будут программы обучения, работы на тех предприятиях, прежде всего оборонной промышленности, которые будут получать государственный заказ. Эти вещи и сейчас учитываются, скажем, во время мобилизации людей. Следующий сектор, который должен тоже будет видимо как-то обучать людей и набирать это сельское хозяйство, потому что у нас достижение вообще за летние десятилетия огромное. Вспомните советское сельское хозяйство и наши магазины продовольственные. Если вы их не видели, вам повезло. Мы живем совершенно в другом мире. Для того, чтобы это осуществлялось, сегодняшнее сельское хозяйство, нам нужно что-то делать получением семян и генно-модифицированных кстати, это во всем мире так. И получением вот так сказать продуктов, из которых можно выращивать рыбу, яйца для производства куриного мяса, бычков таких племенных настоящих. Вот это нужно будет. И плюс надо будет, чтобы были умелые комбайнеры, трактористы, которые будут засевать пшеницей и другими зерновыми культурами чернозем на юге страны. Вы сейчас голод прогнозируете? Нет. Но я просто говорю, что это придется учитывать. Людей действительно будут призывать в эти сектора. Это будет первостепенным. как вы эту экономику можно корректнее назвать? Этот тип экономики, которую вы описываете? Она при этом не похожа на советскую модель? Да. На что она похожа? Ее в советском варианте довольно часто называют государственно-монополистической. Это крупные корпорации государственные и частные, получающие огромные госзаказы, работающие на определенные цели. Но какие-то элементы мобилизации организационной административной будут присутствовать. Вопрос в том, что у нас советская экономика была по ценам зарегулирована до предела. И там тоже не хватало еще до войны продовольствия. я уж не говорю о голодоморе, я говорю о таком снабжении, таком текущем. И вот эта нехватка продовольствия нас же преследовала все 70 лет. Мы помним, что огромная часть продовольствия распределялась просто по предприятиям, так называемые заказы и прочее. Это как-то поддерживало. И я думаю, что все-таки хватит силы воли, чтобы не переходить на этот административные цены. Это будет значительно балансировать ситуацию. Просто рыночного баланса мы не дождемся долго, до окончания специальной военной операции точно. Тогда можно будет надеяться на рынок. Но этот баланс в таком рыночном варианте, он чреват инфляцией. Это тоже надо понимать. Это и накачка денег и с другой стороны соответственно подъем зарплат, социальных выводов. Сколько лет страна может в такой трансформации экономической существовать? Ну вот Иран существует уже сколько? Наверное 20 лет. Да, она архаизирована эта экономика, но она вполне работает. И нет тут прямой связи, так сказать, никто аэтоу не свергает. Хотя протесты есть. А что значит архаизировано с точки зрения жизни обычного человека? Это значит, что нужны будут не такие развитые навыки, что будут меньше зарплаты, что будет меньше возможностей? Или что? если так непосредственно наглядно это возвращение автомобиля без подушки безопасности, это скажем возвращение к авиации, которую не потому нельзя выпустить за границу, что ее там арестуют, а потому что движки в наших самолетах Ту-214 они не проходят по экологическим соображениям, да, и будет вот такой примитивный более двигатель изготавливаться. Соответственно, уже сейчас сами от кого угодно, кто автолюбитель, вы услышите, ну, не буду я продавать на вторичном рынке свою машину, она еще лет десять побегает. А если посмотреть на Кубу, то там машины бегают еще те, которые были до прихода Фиделя Кастера, они еще как-то двигаются. Не все, конечно, такие, но есть. В последнее время было некоторое количество высказано мнений о том, что мобилизационная экономика в итоге приведет нас к голоду. Я опять к своему. Вы согласны с этими мнениями или нет? Нет, не согласен. Мы были очень близки к голоду в 90-е годы. Одна из задач председателя Газплана была отслеживать движение поездов с продовольствием за ту же нефть купленные или кредиты полученные тратились на это. чтобы снабжать города миллионники. такой ситуации я уверен не будет. Но только в том случае если не будут вводиться административные цены. Сергей Константинович, а у вас есть понимание ответ точнее на вопрос почему вы сказали что условный капитал и представители этого капитала не влияют сегодня не только в России а в большинстве стран мира на политику почему политика вытеснила максимальную экономику? Это происходит как я сказал прежде всего в кризисные периоды когда механизмы политические начинают как-то по-другому работать я просто хочу пример привести ковидная ситуация когда в Соединенных Штатах Америки стали выплачивать огромные социальные пособия чтобы людей удержать не на локдауне но в изоляции а в настоящее время это во-первых привело к инфляции у них в экономике вот огромный государственный долг создали и никто из политиков тогда не тогда еще республиканец ну или в кавычках республиканец Трамп потом Байден не задавали вопросы надо ли не надо это делать вообще в каком объеме и так далее наращивать этот государственный долг тогда чем это чревато они принимали решения исходя из политических соображений и приоритетов то есть это ковид запустил во многом во всем мире во всем мире а в России а в России это произошло гораздо раньше когда я имею ввиду не какие-то решения а ну мне кажется что были приняты решения перевооружаться готовиться к каким-то ну как теперь нам говорят неизбежным конфликтам и ориентироваться вот на то что собственно говоря и получило свое развитие не знаю я конечно не присутствовал при всех этих не знаю совещаниях но я не думаю что кого-то из олигархов 90-х годов кавычках олигарх кто-либо спрашивал как они тут вообще думают по этому поводу если от них не зависит ничего на выборах если политические партии живут какой-то своей жизнью и почти тоже не зависят от своих избирателей но решения начинают приниматься совершенно в другом механизм вот вы сказали про инфляцию во всем мире которая происходит в чем опасность как с ней справиться и где будет хуже всего дело в том что от высокой инфляции отвыкли только экономики европейского союза и соединенных штатов и причем отвыкли довольно недавно относительно потому что если вспомнить 70-80-е годы было такое понятие стокфляции низкие темпы роста при высокой инфляции и в США с этим боролся Федеральная резервная система ну и естественно администрации президента того периода 70-х годов тогда Волкер знаменитый глава ФРС резко поднимал процентные ставки вот тогда внешняя торговля росла быстрее чем рос валовый внутренний продукт а финансовый объем финансовых операций в мире рос быстрее чем росла внешняя торговля темпами более высокими и сейчас мы имеем ну такой мировой рынок финансовый которого никогда не было и он поглощал все эти деньги которые вот после этого собственно накачивались в экономику вот это количественное смягчение 2007-2009 годы кризис преодоления ну и кому-то показалось что это навсегда что вот можно так жить накачивая деньгами экономику и не имея неприятностей при этом нет ни спада нет инфляции ну просто вот чудесно но там накапливались большие большие противоречия потому что очень многие компании стоили на рынке гораздо больше чем стоили они по базовой оценке стоимости то есть если вы посчитаете сколько они платят сколько они зарабатывают чистой прибыли и сколько платят дивидендов и вот эта базовая стоимость была гораздо меньше чем стоимость их акций на рынке то есть покупали за безумные деньги да еще в долг и это создает сейчас в такую реальную угрозу некого шока и в таком случае будет видимо как реакция рецессия хотя сейчас экономика США вырастет на 3% в год судя по всему в 22-м году и это совсем неплохо но угроза существует и вот у них вот эта головная боль либо пройти через рецессию и подавлять инфляцию либо соответственно поддерживать некий экономический рост но тогда чревато долгосрочной инфляцией и вот как тут решить опять же выбор будет делаться не американскими капиталистами только а через тех кого выберут в конгресс делают президентом и они будут исходить из политических решений для себя понимаете вот я думаю что будут попытаться как всегда выбрать некий средний путь ну а в результате я думаю что все-таки инерция инфляционная укрепится и она сохранится довольно долгий период в западных экономиках потому что там будет дальше самовоспроизводящаяся инфляция через рост зарплат и ограниченность возможности снижать затраты на единицу продукции инерции наверное хватит я думаю лет на пять инфляции а потом будет большой кризис нет он совершенно понимаете циклический кризис совершенно точно будет большой кризис был в 2007 2009 году но от этого капитализм не рухнул доллар не перестал быть основной резервной расчетной валютой и вот эти процессы они гораздо более медленные а циклические кризисы да будут но это вот совсем не то чего ожидают некоторые наши опять же эксперты в кавычках почему-то любят пророчить полный крах всего наследия крах доллара да вокруг да прежде всего доллара если вернуться все-таки в Россию я хочу вам задать один вопрос который стал нашим национальным спортом у нас раньше было что делать кто виноват и сейчас к нему добавился третий вопрос называется что будет с рублем вот кажется странно стоит как вкопанный хотя должен бы глядя на дисбаланс в экономике который происходит должен был бы немножко ну по-другому себя вести можете вы этот феномен как-то объяснить и может быть дать прогноз ну не прогноз а погадать на таро что будет дать прогноз курса рубля я не берусь я буду о трендах говорить все зависит от состояния платежного баланса а сплатежный баланс состоит из вот торгового баланса да и движения капиталов вот настоящее время движение капиталов вообще этот финансовый баланс он как бы отсечен в России нет сейчас свободного перемещения капитала ни в ту сторону ни в другую есть только возможность по частным вкладам перечислять деньги за рубеж ну просто для того чтобы освободить баланс банков от вкладов в валюте неработающих да и все зависит только от соотношения экспорта и импорта если мы дальше будем продолжать использовать вот этот механизм биржевого курса образования то есть курс рубля будет определяться таким же образом как сейчас вот и здесь вполне возможно что в результате ограничений связанных вот с нефтяным экспортом может оказаться приток денег в иностранной валюте ну и их продажа этих средств на московской бирже будет более ограниченным значит соответственно скорее всего тренд будет на понижение курса рубля но с другой стороны и спрос на конвертируемые валюты для оплаты тоже невелик поскольку импорт у нас упал и пока не отжался он конечно восстанавливается но это прежде всего импорт опять же из дружественных стран ну Китай первое и всевозможный импорт но я думаю что это и есть основная часть параллельного так называемого импорта через Турцию и вот спрос на валюту будет не таким уж большим поэтому никаких шоковых вариантов здесь не предвидится я думаю что хватит устойчивости вот этого торгового баланса на определенное снижение курса но в разумных что называется пределах все прогнозируют где-то 70-80 рублей за доллар что в общем-то неплохо было бы для нашего бюджета как известно сейчас сбережения в долларах они переместились в наличный доллар кто что мог видимо собрал уже у себя наличными потому что раньше там где-то 90 с лишним миллиардов лежало на вкладах в банках в банках а там меньше 60 или около 60 миллиардов вот были в этих стеклянных банках в наличности сейчас соотношение обратное но поскольку доллары официально не ввозятся в Россию то наверное сложно будет поддерживать вот это и они так и будут лежать соответственно примерно в этом объеме на руках у населения в России с расставаться с евро и долларом население российское не торопится ну если конечно деваться некуда то продают видимо и меняют на рубли по там желательно более выгодному курсу но еще один же феномен это множественность курсов мы же ушли от единого курса по всем операциям просто по жизни ушли рубль перестал быть конвертируемой валютой по сути вот и поэтому скажем продать можно гораздо дороже того курса который на рынке и купить надо еще по более высокому курсу чем то что существует на московской бирже ну и вообще уже процентов наверное 35 всего оборота валютного на московской бирже это операции с юанем китайская валютная система по-своему очень сложно регулируется потому что тот юань который вот обслуживает внешнеторговые сделки это не тот же не та же денежная единица которая внутри страны ходит они даже в общем-то называются по-разному реминби это вот народные деньги внутри страны они меняются на юань который обслуживает международные сделки по определенному тоже курсу и там тоже существует множественность курсов ну вот мы к какой-то такой схеме сейчас тоже видимо приближаемся не исключено что кстати здесь административные были приняты решения особенно если западная сторона ведет на клиринговый центр скажем какие-то санкции там может застрять довольно большое количество денег и придется переходить вообще на административное решение поскольку валютного рынка ну по крайней мере в долларах уже будет и евро невозможно вообще осуществлять даже внутри страны Сергей Константинович а к вам не обращались с просьбой предложить какие-нибудь меры поучаствовать в разработке какого-нибудь послевоенного восстановления чего бы то ни было я как человек который ну сотрудничает в общественной такой организации Российский Союз предпринимателей РСПП я получаю документы на которые ну можно направить отзывы и соответственно какие-то свои предложения и там где ну есть предмет для этого ну и я вот через этот канал что-то отвечал вот но такого прямого приглашения нет я не получал ни от кого участвовать в разработке даже текущих каких-то решений не говоря там решений на длительную перспективу вам бы хотелось ну видимо это не актуально тут не мое желание значимо кто будет строить глобально новую экономику страны будут русские граждане российские которые существуют на сегодняшний день никто никакие там россияне к нам не прилетят с этим да еще во времена перестройки это знаете анекдот сложился что есть реальный путь как добиться цели которые Михаил Сергеевич Горбачев ставит и фантастический вот реальный что прилетят значит инопланетяне и тут все нам организуют а все остальное это фантастика вот те самые люди которые сейчас на фронте которые живут и работают в стране те кто выехал может быть работает из-за границы или вернулся вы согласны что экономику надо будет восстанавливать ну так долго в такой нездоровой ситуации экономика существовать не сможет и в любом случае ее нужно будет запускать новые реформы и такой путь к выздоровлению просто как он экономически видится как вам кажется понятно прекращение огня в первую очередь естественно но вот что потом это какие-то налоговые реформы что должно быть для того чтобы экономика выздоравливать начала все опять же зависит от политических приоритетов если мы стремимся вернуться в мировую экономику это один путь если мы стремимся по-прежнему на восток но не прерывать так сказать связи с миром но ограничить его вот связи в основном с Китаем это другой путь он и кстати вполне реалистичен надолго а третий путь ну вот какие-то совсем уже изоляционистские такие протекционистские меры чтобы замкнуться окончательно в себе и так далее выбор то будет этого пути политическим выбором зависимым от этих приоритетов которые будут тогда Россия может как вам кажется существовать экономически в изоляционизме потому что мы все-таки не Иран с точки зрения территории и не Иран по многим другим причинам просто по культурному коду и в общем все равно принадлежности к европейской цивилизации я сторонник как раз участия в мировой экономике и восстановлении связи с теми партнерами которые выгодны то есть это не отказ там принципиальный от кого-то вот ради опять же гонора и принципа а просто вот надо наиболее эффективные связи международные экономически поддерживать Россия опиралась на западные капиталовложения и технологические инновации ну как минимум 150 лет вот как капитализм в России начал развиваться там после 61 года достаточно мощно то все это время в Россию приходили западные технологии даже когда наступил перерыв так сказать с приходом капитала то собственно ради чего вывозили зерно то самое в 30-е годы чтобы купить технологии чтобы купить заводы в Америке здесь работала конструкторское бюро Кана которое привязывало эти технологии на месте из завода Форд там превращало в завод ЗИЛ или ЗИС строила тракторные заводы в Сталинграде того периода тоже купив его целиком у Катапиллера ну вот этим путем приходилось идти и я думаю что то отставание которое накопится заставит покупать многие технологии за границей и дальше нам придется находить варианты эффективного сотрудничества вот на этом же направлении в нашем эфире Алексей Венедиктов говорил о том что благодаря Кудрину Чубайсу Грефу на первом путинском сроке благодаря их реформам во многом удалось сейчас экономике сохраниться и не обвалиться после того как случились санкции после 24 февраля согласны ли вы с этим что вот то что тогда было заложено в экономику России оно сейчас и позволяет этой экономике выживать ну в принципе да я правда бы не стал сводить все к этому перечню людей безусловно уважение развития рыночной экономики вот происходило с участием технократов в государственном аппарате но и вот всего того бизнеса который работал тогда эффективное управление металлургией сделавшей так сказать одним из основных экспортных отраслей конечно меньше по масштабам чем нефтянка но это тоже очень мощный рывок был те самые люди которые будут заниматься тогда бизнесом они будут двигать это все вперед и будут если возможность такая будет естественно оптимизировать и внешнеэкономические поставки ну понятно что параллельный импорт это вынужденная мера и это хуже с точки зрения финансовой эффективности ну чего хотите чем нормальная закупка там машин и оборудование вопрос вот как добиться того чтобы это вывели из-под санкций что можно было покупать нормальных опять же общих условиях на рынке потому что но в мире происходит конечно свою очередь некие сдвиги вот тот же прайс кэп он же сейчас так сказать тренируется на российской экономике но это же прекрасно понятно что если это механизм заработает то его могут попытаться распространить на все страны опек почему нет если можно ограничить есть картель с одной стороны давайте создадим картель с другой стороны значит если его делать эффективным то надо договариваться с Китаем и Юго-Восточной Азией будет она участвовать не будет то есть есть более мощные сдвиги которые может быть изменят в чем-то и мировую экономику она может качнуться в более протекционистскую и более зарегулированную сторону что понизит общей эффективности и вопрос роста так сказать экономики может ну прежде всего для развивающихся формирующихся рынков оказаться очень болезненным эти процессы если все перейдет в картолизированную вот эту форму да и ведущие экономики мира между собой договорятся как они там будут регулировать то здесь очень ну так сказать большая угроза мне кажется да не глобализация абстрактная а конкретно поставщикам из стран развивающихся рынков в общем тут большая работа предстоит и не только в России личный вопрос эмоциональный может быть вы с оптимизмом или с пессимизмом все-таки смотрите на будущее страны находясь в Москве вы продолжаете преподавать и вы никуда не уезжаете есть ли у вас какое-то понимание просвета который который может наступить может случиться вы знаете по-моему во всем нашем диалоге я вот эту свою позицию изложил я стараюсь быть реалистом делай что можешь есть такой принцип вот мне кажется что это правильный подход пока возможно что-то разумное делать будем стараться делать я же не знаю как будет складываться дальше судьба того же высшего образования в котором я в основном сейчас прикладываю свои силы и как будет регулироваться там не знаю профессорко-преподавательский состав или соответственно программы что людей которые провозглашают лозунги типа там отменим там болонскую систему отменим ЕГЭ введем единые учебники таких борцов совсем западным нас хватает если вдруг окажется что надо снова преподавать только капитал Карла Маркса ну вряд ли это будет рациональным занятием для меня уезжать не думали? знаете это слишком личный вопрос у меня есть причины по которым я не хотел бы этого сделать не хотели уехать или не хотели бы ответить? не хотел уехать я здесь но и отвечать глубже я тоже не хочу я вообще не любитель рассказывать о своей личной жизни знаете мне возможности работать за границей мне постоянно предлагались много раз по тем или иным причинам они не всегда были на протяжении жизни были разные причины но они всегда были связаны с некими здесь обстоятельствами с семьей с людьми почему я отказывался уехать на годы работать за рубеж съездить в командировку или на отдых это одно а уехать вот так это совсем другое спасибо спасибо вам спасибо